Фестиваль «Севастополь космический» третий раз проходит в нашем городе. Но в этом году с особым размахом. В День космонавтики Центр цифрового образования IT-куб Гагарин отметил свой первый день рождения. Городская олимпиада, космический логик-квиз для всей семьи, хакатон про спейс, творческий конкурс «Космос-тренди» и экспериментальная битва учёных в формате стендапа. Сотрудники IT-куба постарались заинтересовать всех участников. Наша тема, в принципе, сегодня связана с Днём космонавтики. Космонавтики не только, но и с перспективами. То есть мы вспоминаем прошлое, вспоминаем рекорды нашей страны и говорим о будущем, говорим о перспективах космонавтики. То есть и у художников, и у хакатоновцев есть задача представить космическое будущее нашей страны и мира в целом. Чтобы учащиеся Центра IT-куб Гагарин смогли больше узнать о сфере космонавтики, на закрытие фестиваля пригласили героя России Олега Скрипачко. С ребятами говорили о первом полёте на орбиту и о том, как отмечают праздники на МКС. А космонавту показали, как устроена инновационная образовательная площадка. Важно заинтересовать людей, заинтересовать ребят с раннего возраста, объяснить, что это, зачем это. Что это не просто какая-то фантазия находится, что это такое же дело, которым реально заняться, получить образование и посвятить этому свою жизнь, когда вырастешь. Вот чтобы у нас были подготовлены, мотивированы кадры. Сотрудники Центра цифрового образования IT-куб Гагарин уверены – космос по-настоящему интересует ребят. Только в этом году в городской олимпиаде по космонавтике зарегистрировались 1292 участника. Самые юные в возрасте – 5 лет. У многих ребят есть мечта быть, как Юрий Гагарин. Космонавт Олег Скрипачко рассказал, что в детстве тоже мечтал побывать на орбите Земли. В 9 классе, мы там учились 10 лет, в 9 классе узнал о существовании организации отрядов космонавтов имени Комарова в городе, где я учился, где закончил школу. Мне эта идея увлекла и через эту организацию занимался, тренировался и пришел для себя к такому решению, что буду поступать. Я учился в МТУ имени Баумана, буду стану инженером-ракетчиком, то есть буду как минимум принимать участие в изготовлении, в испытаниях этой техники, ну и как маршрую, постараюсь полететь сам. Максим Борсук мечтает работать в IT-отрасли и создать робота, который будет выполнять работу космонавтов на МКС. Было много разных вопросов из разных тем. Мне больше всего понравился собственный вопрос про космическую еду. Мне было интересно, какими котлетами кормят космонавтов. И также мне очень понравился вопрос про то, что испытывает космонавт при первом старте. Это ужасные перегрузки, но это нереально интересно, нереально увлекает и поражает. Космонавт – профессия непростая. Чтобы полететь в космос, нужно не только иметь крепкое здоровье и нервы, но и усердно учиться, много и упорно работать над собой. Но за каждой успешной экспедицией на МКС стоят разработчики, конструкторы, программисты и инженеры всех специальностей.